Привет, мои дорогие! Сегодня мы поговорим о лаках. Что я распелась? О лаках я как-то с вами мало говорю, потому что я никакой не лакоманьяк. И лаки я люблю постольку поскольку. Я какой-то там супер-пупер фанат. Есть у меня лаки, но, не знаю, как-то среднестатистически я к ним отношусь. Ничего особенного. Привет, Дона. К нам пришла Дона. Вот, так что сегодня я вам покажу десятку своих самых-самых-самых, не скажу самых любимых лаков, скажу самых ходовых лаков, чем я пользуюсь в последнее время очень много, что мне очень нравится зимой, или несколько лаков, которыми я супер-много пользовалась летом, или те лаки, которые вы все время на мне замечаете, и говорите, «Мм, Габи, очень классный лак». Я говорю, да, я знаю, я его очень тоже люблю. Также покажу... Также покажу... Также покажу крема для рук, которыми я пользуюсь и очень люблю. Масло для кутикулы. Короче, все, что касается ногтей, сегодня вам покажу, расскажу и сделаю маленький обзор. Итак, 4 самых активных лака, которые я пользовалась этой зимой, как ни странно, были вот такие вот лаки. Совсем не похожи на то, что я думала, что я буду пользоваться этой зимой, но видите, как мы думаем, не всегда так оно получается. Вот такой вот шоколадный лак. Ну, не совсем шоколадный, он такой вот коричневый, он сейчас у меня на ногтях. Он пахнет шоколадом, да? Да. Он пахнет шоколадом, когда вы его наносите, и он засыхает. Это, кстати, от фирмы Life, израильская фирма Life. Когда он засыхает, он пахнет шоколадом. Таким горьким шоколадом, есть этот запах шоколада. Не знаю, насколько он натуральный, но он присутствует. Да. В общем, вот такой вот коричневый лак замечательный. Не знаю, девчонки, кому-то из вас его посылала, по-моему, кому-то его посылала этот лак, не помню уже. В общем, очень люблю. Вообще, лаки Life меня дико порадовали, я как-то всегда им не пренебрегала. Но тут недавно пошла, попробовала, и просто в восхищении. И также от Life вот такой вот оранжевый лак. Даже не оранжевый, а он кораллово-розово-лососевый. Вот я выразилась. Номер 270, а тот просто какой-то номер непонятный. Тут нет номера. Ну, он с запахом шоколада, наверное, такой единственный там. Этот номер 270 очень красивый, свежий. Лак на ногте выглядит очень элегантно, как ни странно. Потому что вообще я такие молочно-светлые лаки не очень люблю. И очень так, ну, по-женственному, что-то типа того. Следующие два лака, про которые вы меня дико много спрашивали на самом деле, это лак от Flormar. Он из их коллекции Super Matte. И он номер, который стерся. А, нет, не стерся. M126. Очень красивый. Таупово-серо-фиолетово-лаванда-коричневый цвет. Кажется, это тауповый цвет, безумно красивый. И не просто так вы меня про него не раз уже спрашивали. Просто замечательный лак. Кстати, все лаки, которые я вам сегодня показываю, хочу сразу сказать. У меня, видимо, очень жирная пластинка ногтя, поэтому на мне лаки не держатся больше двух дней. Двухдневный лак, это просто предел совершенства. Два дня на мне держатся только эсси, исключительно эсси. Все остальные лаки на мне держатся от дня до полтора дня, поэтому я привыкла примерно каждый второй день иметь лак. То есть, ну или менять, или просто смывать его. То есть, я примерно как-то так. На мне неделю такого не существует, только если какой-то, ну, накладные ногти. Вот, в общем, замечательный такой серенький лак. И также зеленый, вот такой красивый, холодный зеленый лак, который мне купила Оля. Я не знаю, вы меня уже спрашивали несколько раз, кто такая Оля. И есть ли, может быть, Оля свой канал. Если я еще вообще-то непонятно объяснила, конечно, Оле есть свой канал. Оля новость печеный, блогер, моя подруга, слэш бывшая подписчица. Но она, конечно, нынешняя подписчица, но мы с ней уже очень хорошо подружились. Так что ссылку на Олен канал я оставлю внизу, обязательно заходите, смотрите. В общем, Оля ко мне пришла в гости, и она мне привезла такой лак, зеленый красивый лак. Revlon. Revlon, кстати, очень хороший лак, и я их лично люблю на себе. Номер 571 Posh. Просто супер красивый лак. Я увидела такой лак у девушки в самолете и загорелась. Она была одета во все черные, у нее были зеленые ногти. Слушайте, это так выглядит стильно, модно, просто офигительно. В общем, загорелась, и Оля ходила себе покупать лаки, наверное. И купила мне такой зеленый. И почти, в принципе, по-моему, она попала конкретно в точку. То, что я хотела, она мне купила. В общем, очень классно. Куда-то начал свет пропадать. Вообще стало темно. Сейчас за дочь, по-моему, вроде никто еще не обещал. Называется, спасибо тем, кто создал фотоаппараты и хорошие объективы для того, чтобы можно было снимать при плохом свете. Дальше. Покажу вам сейчас 4 лака, которые были самыми любимыми у меня летом. И самыми спрашиваемыми из них было 2 лака. Особенно вот этот фиолетовый. Вы знаете, столько раз у него спрашивали. Первый лак самый мой любимый. Второй по любимости. Но первый я уже выкину, потому что он застыл. Вот тот был отрывлон. Розовый лак. Вообще молочные лаки на себе я не люблю. У меня светлая кожа и они на мне нехорошо смотрятся. Я не могу найти себе хороший оттенок. Я уверена, что есть молочный лак, который будет хорошо на мне смотреться. Но нужно найти правильный оттенок. И у меня не получается найти такой оттенок. Все лаки эсси, все самые знаменитые мучи-мучи, мадемуазели и тому подобное. Ничто на мне не смотрится хорошо. Все сливается с моей кожей. И такое ощущение, что у меня палец без ногтя. В любом случае, вот такой вот молочный цвет. Его нельзя назвать молочным. Он относительно молочный, холодный розовый от Орли. Он называется Капкейк. Капкейк, правильно? Он очень красивый розовый. И он смотрится, вот как он в бутылочке, так он в моих ногтях. И он очень хорошо гармонирует с моей кожей. Вот летом я его очень любила носить. И на самом деле, не только летом. Его я очень много носила почему-то осенью. Как ни странно. Осенью очень любила бронзеры. И осенью очень любила розовый лак. Вот я вестую свой рулон, сколько могла носила, пока он не засох. И вот этот вот носила. Они с чем-то очень похожи. Очень хороший лак. Для светлых девочек, у которых такая же проблема, как у меня, с молочными лаками. Очень его советую. Дальше. Летом два моих ходовых лака были. Два лака от Essie. Один называется вот такой вот серый. Он тоже такой, знаете, пастельно-серый, но он такой серо-мышачий, светлый, немножко с таким лавандовым потоном. Если так можно назвать, очень красивый такой холодный цвет. Я искала, как он его зовут, я по-моему. Коктейль Блинг. Я его купила, когда я ехала в Прагу. Я вам его даже, по-моему, во влогах в Прагу показывала. Очень мне нравится. Очень красивый цвет. И также летом от Essie я носила вот такой вот фиолетовый цвет. Не раз, когда он у меня был на ногтях, мы все время спрашивали, Габи, что это такое красивый фиолетовый цвет? И, вы знаете, все название его стерлось. И я помню, что и тогда я... По-моему, он был без названия. Знаете, лаки, на которых у Essie вот здесь вот выцарапана их буква Е? На них нету сверху номерков. Они где-то здесь сбоку. И когда вы берете их руками, которые немножко в ацетоне, это буковки все стираются, и потом не знаешь, какой это номер. Я не понял, какой это номер, но я поищу. Очень красивый цвет. Очень красивый фиолетовый, такой фиолетовый-сиреневый цвет, но очень такой простенький. Выглядит очень-очень спокойно, уравновешенно и простенько на ногтях. И также я люблю вот такой вот лак от Jade. Это вечный вопрос. Как же эта фирма называется? Jade Jade Jade. Каждый называет ее по-разному. В Израиле ее называют Jade. Почему я этого сказала? Jade. В Израиле эту фирму называют Jade. Это израильская фирма, кто не знает. Мы ее называем Jade. Ее производители называют ее Jade, поэтому я буду ее всегда называть Jade. Для тех, кто сейчас побежит, писать мне в комментариях, что это Jade Jade. В общем, в любом случае, это номер 362 Coral Red. Как вот он называется Coral Red, так он и видится. Очень красивый коралловый красный цвет. Я люблю очень красные оттенки на ногтях, особенно на ногах. Обожаю просто. Вообще красные я люблю и в помадах, и в ногтях. И этот красный, коралловый красный, как он себя называет, он немножко пастельный, если это так можно назвать. Хотя он не пастельный, но вот в нем есть, знаете, это вот нежность пастельных тонов. Он выглядит на ногтях красиво, нежно и богато. У меня проблема немного иногда бывает с красными лаками. Они на моих ногтях могут выглядеть вульгарно, как ни странно. У меня маленькие руки, очень маленькие. Даже кому из вас кажется, что они не маленькие, они маленькие. Они пухлые, они как у Винни-Пуха. И поэтому красный лак на мне очень часто может выглядеть вульгарно. И поэтому я всегда беру красные лаки, которые по своему тону, они такие более сверлые, нежели более активные. Вот. Следующие два лака, которые закроют эту десятку. И они мои абсолютные фаворитов всех лаков, всех народов. В общем, самые мои любимые оттенки всех лаков, всех народов. И я вам про них миллион раз рассказываю. Два лака Тесси. Я вам говорила, что Тесси мои любимые лаки, да? Просто они на мне держатся на самом деле больше чем другие. Вот такие два лака. Красный. Вот это вот самый мой любимый красный. Давайте сравним его с Чем, с Джейдом. Так, где это тут так тебя сравнить? Вот видите? Они разные немного. Да, вы видите вообще, что они разные немного? Это более красный, это какой-то более на розовый оттенок уходит. Я не знаю, что вы видите. Я сама ничего не вижу. В любом случае, это мой самый любимый красный. Это от Тесси, который называется Fifth Avenue. Это мой уже не первый бутылек. И этот лак я полностью заканчивала. Очень его люблю. Он самый потрясный красный на моих ногтях. И также оттенок, который я очень люблю. И тут уже на самом деле осталось, по-моему, очень мало. И, по-моему, я его уже один точно заканчивала. Это вот такой вот таупово-коричневый. Он все-таки таупово-коричневый. Он называется Merino Cool. Он тоже один из популярных лаков вообще из линейки Essie. Очень красивый лак. А если его сравнивать с этим коричневым, который у меня на ногтях, то он более тауповый. Сейчас вам как-нибудь, чтобы вы увидели. Вот это более все-таки коричневый такой шоколад. А это более такой тауповый. Более такой приглушенно-коричневый. Ну, тауповый. Короче говоря, тауповый. Вот и есть этот тауп. Серый-коричневый. Вот. Тоже мой абсолютный-абсолютный фаворит. Ну что, с лаками мы закончили. Вот такая вот была моя десятка лаков, которые я очень-очень люблю. Как я вам сказала, постоянные лаки я не очень люблю. Например, Оля это знает. Я, по-моему, и пару постоянных лаков своих отдавала, потому что говорила, что толку от них нет. Потому что все равно их красить я не люблю. И если я уже их наношу, то я их наношу под какой-то другой светлый цвет. Для того, чтобы второй светлый оттенок был более выразительным. Теперь вам давайте покажу свои самые любимые сушки. Сушки у меня, четыре сушки, которые я... Хочу сказать так. Сейчас вам покажу четыре сушки, которые, по моему мнению, все очень хорошие. Все делают свою работу. Все сушат, дают глянец. С ними лак держится два дня. Но у меня, как я говорю, видимо, у меня это зависит от пластинки ногтя и ничего другого. Потому что я знаю, что те же сушки, что я вам сейчас покажу, есть другие девочки, которые говорят, что из-за этой сушки лак держится пять дней. Видимо, у меня пластинка ногтя просто жирная. У меня вот единственное такое объяснение есть. Если вообще такое объяснение имеет смысл, да? Ну, мне так кажется. Поэтому покажу вам три сушки, которые, по моему мнению, очень похожи по своему действию все на друг друга. В общем, значит, сушка от Essie, которая называется No Cheap Ahead. Сушка от Orly Want Cheap. И сушка от Sally Handsome, которую мне подарила Оля. Она называется Straightness Top Coat. Тоже, в общем, три замечательные сушки. Неплохо сушат, как и сушка. Нужно подождать, пока она высохнет. Она не высохает моментально. Дает неплохой глянец. Нок держится, лак держится примерно около двух дней. В общем, неплохая. Но есть четвертая, которая от всех этих немножко выделяется. И ее я люблю больше всех. Но мне ее достать больше негде. Насколько я поняла, ее сняли с производства. И она просто супер. И очень жаль, что ее сняли с производства. Но что поделать. Это вот такая вот сушка, которая от Nutri Nail Speed Dry Top Coat. Которую я покупала Найхерби. В свое время давным-давно. Она дает обалденный глянец. Девчонки, она настолько дает обалденный глянец, что мы каждый раз, когда ее наношу, мне спрашивают. А, что ты сделала себе джелевый лак? Знаете, когда идешь, я делаю тебе такой у профессионалов джелевый лак. Я говорю, нет, не делала. Это у меня такая сушка. В общем, просто, девочки, обалденная сушка. Вот такая вот. Так она выглядит. Насколько я поняла, Найхерби ее сняли с производства. Найхерби ее больше не продают. Ее сначала перестали посылать за границу. Сказали, что это продукт нельзя, который посылать. А потом просто сняли с производства. Очень-очень жаль, потому что она действительно вообще стоит каждой своей копейки. И она просто-просто замечательная. Она действительно очень-очень хороший продукт. И жаль, что его сняли с производства. Поэтому я ее дико-дико берегу. И когда мне хочется выглядеть немножко по-фэнси, то есть чтобы ногти выглядели немножко покрасивее, нежели обычную, я всегда пользуюсь ей. Но вообще ее очень берегу. Теперь покажу вам 5 средств, с которой мои такие уходовые средства за ногтями. Вы знаете, когда я вот собиралась делать это видео, собрала все свои продукты, я поняла, что у меня нет такого средства, которое удаляет кутикулу или помогает ее сдвигать. Почему-то я таким средством не пользуюсь. У меня когда-то был такой вот гель от Сальхэнсон, такой синенький. Ну, все знают, такой квадратненький. Я его кому-то отдала, потому что, чтобы у меня с ним не подружилась. Ну, и сейчас вот от этого, как я вам показала до этого, Nutri Nail хочу заказать. Там есть такое для кутикулы, которое как бы помогает удалять кутикулу, если это правильно можно выразиться. И хочу от него вот попробовать заказать. Но сейчас я вам покажу в основном масла и такие витаминчики для ногтей. Первое, что я вам покажу, это вот такой вот витаминчик для ногтей, тоже от той же фирмы Nutri Nail. Ну, он называется 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7, girls formula. Типа, как-то правильно, girls, girls. Неважно, американцы меня простят. Англоязычные меня простят. А, в общем, формула, которую, если вы будете ее наносить 2 раза в день с чтениями от 5 до 7 дней, у вас ногт станет здоровым и тому подобное. Если честно, такой конкретно, конкретно вот целую неделю я ногти этой штук не наносила, не лечила, но когда у меня на ногте нет лака, то я всегда ее наношу по 2 раза в день, как здесь написано. И то, что она делает ногтем, она его просто очень хорошо выравнивает. Это как вот такая вот база для лица, так это база для ногтя. Она как бы ноготь очень так интересно делает вот таким гладкоматовым выглаженным. В общем, интересная штука. Она не пахнет вообще ничем, вообще без запаха. И я даже не знаю, делает она что-то, не делает, но я пользуюсь, поскольку она не пахнет, она моментально почти высыхает, поэтому я пользуюсь ей. Сейчас хочу вот, когда буду заказывать новую штуку для кутикулы, и хочу заказать такой же серум. Там немножко изменили продукты, и поэтому вот серум новый, который сделали, я хочу заказать. Это скоро уже подходит к концу, и я попробую тот серум. Но вообще, вот эта фирма Nutronel, она мне просто безумно понравилась, и жалко, что на Эфирме есть очень такой маленький выбор вообще каких-то вещей для ногтей. Дальше продолжим. Хочу показать. Вот такой вот пылочкой я пользуюсь для ногтей. Самая обыкновенная пилочка. Я не люблю никакие другие пилочки. Я знаю, что многие говорят, что эти пилки вредные, что от них в ногти секутся, и тому подобное, но не могу я другими пользоваться. Пробовала и стеклянный, и бумажный. Короче, я все виды пробовала, но не могу пользоваться обыкновенной такой пилкой за 2 копейки, как говорится. В общем, такую люблю, и она у меня везде напихана, в офисах, в общем, везде, где только я нахожусь, она у меня есть. Теперь покажу два маслица, что я пользуюсь для ногтей. Два этих масла люблю, и не могу выбрать, какое больше люблю. А, хочу еще, кстати, перед тем, как начну говорить о маслах, скажу, что мне одна моя подписчица, зрительница, которая меня смотрит, сказала, что в лаках она предпочитает черные кисточки, потому что они более равномерно наносят лак. Обратите внимание, я этой информации не знала. В основном на всех лаках, что я пользуюсь, у меня черные кисточки, как ни странно. Так, масло. Вот такое вот абрикосовое масло от Эсси я наношу на ноготь, да, он для ногтя и кутикулы. Очень неплохое масло, в принципе, мне нравится. Вообще продукт Эсси я люблю, да, я знаю, что некоторые не любят, кто-то любит, я лично люблю. И вот такое вот натуральное масло для ногтей от Be Naturals, тоже для кутикулы и ногтей, смягчает кутикулу. Это с iHerb. И тоже абсолютно неплохое масло. Кто-то там, что-то говорил, чем оно пахло? А, что тут есть, о, что-то я кричу, что тут есть чайное дерево, и что оно способствует восстановлению ногтя. И вот я точно хотела понюхать, и сейчас вспомнила. Пахнет немножко каким-то чайным деревом. Тут вообще, насколько я понимаю, состав такой очень хороший. Одни масла, что-то у нас оливковое масло, авокадо масло, априкосовое масло, масло джоджобы, как это, виноградные косточки масло, касторовое масло, витамин И, масло лаванды, лимон, и масло чайного дерева. Вот это все, что написано здесь в составе. Очень неплохой. Приглядитесь, очень достойный продукт. Кстати, вам скоро буду делать видео, может быть, даже оно будет следующее. 10 продуктов, которые я советую купить на iHerb. И следующие два продукта также относятся к кутикулы. Тут так и написано, кутикула Кер. Это вот такие два воска. Самый знаменитый воск на белом свете и на ютубе свете, это от Bird Bees, Lemon Butter Cuticle Cream. Самый настоящий воск. Для того, чтобы им пользоваться, его нужно, знаете, так немножко поерзать внутри, для того, чтобы он как бы стал растапливаться, потому что это самый настоящий такой воск. Хотя нет, он хорошо растопился, ничего, наверное, не видите. И тогда я, например, вот эти продукты, вот эти воски, например, ночью все уже умылась, там нанесла крема, та-та-та-та-та, сижу, смотрю какой-то фильм и вот сижу, вот так вот беру пальчиком и наношу на кутикулу. То есть на кутикулу, а вокруг ногтя, ну да, в принципе, на кутикулу. Или тот, или этот. Я знаю, что этот Bird Bees, он по-моему на первом месте вообще во всех рейтингах стоит. У меня еще есть такой от Badgers, тоже фирма, которая продается на iHerb. Говорится, что он натуральный, но у Bird Bees тоже натуральный, в общем, ну в принципе неплохие два средства. Сказать вам, что я в каком-то вау-вау, нет, я не могу такого сказать, но они неплохие два средства, все говорят, что они работают, поэтому я ими пользуюсь. Могу однозначно сказать, что ничего плохого они точно не делают, не сушат, ничего. Если они что-то делают, то они немного как бы увлажняют кутикулу. На данный момент я пользуюсь вот таким вот ацетоном, который называется ацетон, Nail Polish Remover, и он от фирмы Honeybee. Honeybee раньше продавался на iHerb, но его убрали с iHerb. Говорят, что этот продукт больше не выпускают, но до сих пор есть на Vitacost. Я себя как-то купила три бутылька на Vitacost, но я как-то больше, наверное, покупать все-таки не буду, потому что это выходит для ацетона дико дорого. Поэтому буду искать что-то в Израиле, или мне кто-то из девчонок советовал в обыкновенный ацетон добавлять, ну, правильно, давай разливайся у меня тут вообще, добавлять немножко масла, и тогда он тоже будет увлажнять, как этот ацетон, потому что это не ацетон, а средство для снятия лака, потому что он здесь с... у меня немного разлился, потому что он здесь с маслами, и он очень хорошо увлажняет пластинку ногтя, это прямо чувствуется. Вот действительно, очень-очень достойный продукт, но дороговато выходит. И также, когда у меня абсолютно нету времени, и мне срочно нужно накрасить ногти и куда-то бежать, или снимать вам видео, у меня нету времени ждать все эти сушки, пока топ-коуты и тому сюда, я пользуюсь вот такой вот сушкой от фирмы Life, израильской фирмы Life. Это спрей для выс... высыхания лака. Спрей для сушки лака, ну, не знаю, как правильно сказать. В общем, я наношу лак на ногти, после него сразу на 15 сантиметров так распшикиваю, и ногти буквально через 2 минуты, ну, 5 минут, давайте я так, грубо говоря, сухие, и я спокойно могу идти заниматься своими делами. Поэтому у меня такой... Я раньше ее полностью, вообще, если честно, пользовалась и заменила все другие сушки, но он очень неэкономный продукт, и он дико быстро заканчивается, поэтому теперь он не только для экстремальных случаев. Ну и последнее, что я вам сегодня покажу, это мои любимые крема для рук. Итак, у меня 3 кремика, которые я хочу вам показать. Кремики от L'Occitane. Не все кремики от L'Occitane я люблю, но люблю вот этот крем обыкновенный, в котором написано, что 20% масла ши, ну, вы знаете все, он, по-моему, самый стандартный, оригинальный и самый обыкновенный. Его люблю, и сейчас у меня еще есть с миндалем, тоже неплохой абсолютно, с миндалем я с собой сумочки таскаю, потому что он маленький, кстати, удобный кремик для сумочки, а этот вот лежит около столика. Сейчас я пользуюсь активно вот такими вот бархатными ручками, которые мне Соня с Украины привезла в подарочек. Этот бархатный ручек с Королевская органа, очень он мне нравится, очень хороший крем, вообще в бархатных ручках я очень люблю, что эти крема дико быстро впитываются. Вот вы их нанесли, даже если вы немножко переборщили, помазали руки, да, может быть заехали немножко здесь, на запястье, хоп-хоп-хоп, буквально минута прошла, и крем уже высох, впитался. То есть мне это очень-очень нравится, я вообще люблю крема, который хорошо и быстро впитывается. И также я люблю крем от израильской фирмы LALIN, я очень люблю этот LEMON GRASS LEMON вербена, хотел сказать LEMON GRASS LEMON LEMON GRASS LEMON GRASS LEMON но он такой кисленький, очень его люблю, тоже вам нередко про этот крем рассказывала, там много разных интересных запахов FULL LALIN, но я вот люблю такие кисленькие, тоже неплохой крем и он тоже относительно быстро впитывается. Вот, в принципе я много кремов для рук люблю, для меня самое главное, что впитывался быстро и ничего плохого не делал. Для меня тогда это хороший крем, если он плохо впитывается, я пользоваться не буду, а если он что-то делает плохое, ну тем более пользоваться не буду, хотя я таких кремов очень мало встречала, которые не делали что-то плохое, кроме одного из последних, что это был у меня SOAP AND GLORY, их HAND CREAM какой-то там, который мне высушил кутикулу, просто ужас, у меня никогда такого не было, он был самый первый крем, который что-то плохое не сделал для рук. Ну что, вот такое видео у меня сегодня получилось, надеюсь вам было интересно, если у вас есть для меня какие-то советы лаков, разных средств для ногтей, вы знаете, что делать, напишите мне в комментариях, мне будет очень интересно узнать ваших фаворитов, ваших любимчиков, а на сегодня все, мы увидимся очень скоро, пока! Всем привет! Перед тем, как я начну сегодняшнее видео, я хочу поблагодарить всех-всех-всех, кто посмотрел мое прошлое видео и прокомментировал, огромное вам спасибо, ваше мнение... ваше мнение...